Приветствую всех на своем канале! Сегодня мы с вами готовим легкий, воздушный, неимоверно вкусный муссовый торт ежевика с белым шоколадом. Торт получается нежный с минимальным количеством теста. Всего один корж под основу тортика. На вкус напоминает сливочно-ягодное мороженое. Тортик запросто можно отнести к категории десертов. Я не стала заморачиваться с выпечкой единственного коржа и использовала готовый корж. Тортики с такими коржами неоднократно появлялись у меня на канале. А муссовых слоев у нас будет два. Белый с добавлением белого шоколада и вот такой красивый малиновый. Его мы будем делать на основе ежевичного желе. Как делать такое желе у меня есть уже отдельное видео и ссылочку на него вы сейчас видите на экране. Также она будет в описании под видео. Итак, что нам потребуется для приготовления белого шоколадного муссового слоя вы сейчас видите на экране. Сливки обязательно должны быть не менее 33 процентов жирности и хорошо охлажденными. Ну а сейчас вы видите, что нам потребуется для приготовления ежевичного слоя. Если нет желе, то берите ягоду, протирайте ее через сито. Готового ежевичного пюре должно быть 125 грамм. Добавайте к нему 125 грамм сахара. Пропорция, как видите, один к одному. Итак, приготовление. Сначала замочим желатин в холодной кипяченой воде для каждого слоя в отдельности. Теперь приготовим корж. Если необходимо, обрежьте его по размеру формы. У меня разъемная форма диаметром 23 сантиметра. Можно взять и неразъемную, так как мы будем выстилать ее целлофаном, чтобы было удобно вынимать торт из формы. И чтобы целлофан оставил нам на боках рельефные полосы, ну так скажем декор. Обязательно подложите подложку из картона, которая будет удерживать форму торта при транспортировке его на блюдо. Теперь ложим корж и пропитываем его пропиткой. С пропиткой я тоже особо не мудрила. Взяла одну столовую сгущенки и одну столовую ложку кипяченой воды. Размешала и этим пропитала корж. Вы можете сделать, допустим, какао или ягодный сироп и этим пропитать корж. Вот теперь делаем первый муссовый слой. В чистую сухую чашку наливаем охлажденные сливки. Прям специально добиваться ровно 300 грамм сливок не обязательно. Если нальете чуть меньше, не страшно. Остальная порция из баночки пойдет в ежевичный слой. И начинаем взбивать сливки. Сначала на малых оборотах, постепенно увеличивая их. Следите за тем, чтобы сливки не перевзбить. Можно, может отслоиться масло. Нам для муссового торта даже не обязательно доводить сливки до устойчивых пиков. Они должны быть вот такими мягкими слегка плыть. Теперь поломаем шоколад в чашку и растопим его в микроволновой печи мелкими импульсами. Смешиваем шоколад со сгущенным молоком и сразу же вводим в сливки, пока шоколад снова не загустел. Размешиваем массу миксером на малых оборотах. Осталось добавить желатин. Нагреем его снова же в микроволновой печи до жидкого состояния. Смотрите, не перегрейте желатин, так как при высокой температуре он теряет свои желирующие свойства. Тонкой струйкой вводим желатин в массу, не переставая перемешивать миксером. Выливаем в подготовленную форму с коржом наш белый муссовый слой и отправляем в холодильник в морозильную камеру. И пока мы будем делать другой слой, этот слой застынет. Ну и снова же выливаем оставшиеся сливки в чашу и начинаем взбивать. Сначала на малых оборотах, а потом постепенно увеличиваем их. Когда сливки дойдут до вот такого состояния мягких пиков, выкладываем в сливки ежевичное желе и все аккуратно перемешиваем. Миксером на малых же оборотах. Ежевичное желе, если у вас нет готового, сделайте заранее. Кстати, вместо ежевики можно взять малину, клубнику или другую ягоду. Теперь добавляем растопленный желатин и окончательно все хорошо перемешиваем. Видите, какой красивый насыщенный цвет получается. К тому же это очень и очень вкусно. Достаем из морозилки форму и выливаем на застывший белый муссовый слой, ежевичный и снова убираем все в холодильник, в морозильную камеру до полного застывания коржа. Сверху я решила украсить торт зеркальной шоколадной глазурью. Я эту глазурь делаю без всякого там инвертного сиропа или глюкозы, а зеркальная поверхность получается ничуть не хуже. Делать эту шоколадную глазурь очень легко, хранится она в холодильнике очень долго и, когда нужно, отрезали необходимый кусочек от массы глазури, растопили и покрыли им торт или другую выпечку. Ссылку на этот рецепт вы тоже сейчас видите на экране, также она будет в описании под видео. Если у вас нет заранее глазури, то можно просто растопить шоколад, смешать его один к одному со сгущенным молоком и этим покрыть сверху тортик слоем где-то в 2 миллиметра. Целлофан, если вы обратили внимание, я специально слегка отделила от слоев торта, чтобы образовались небольшие шоколадные подтеки. Ну вот наш торт и почти готов. Вынимаем его из формы и если форма не разъемная, то это легко сделать, потянув за края целлофана. Освобождаем торт от целлофана, перекладываем на блюдо и можно оставить и так. По-моему уже неплохо вышло, но можно и немного украсить пока. Я купила уже готовые украшения для тортиков и воспользуюсь ими. Приклеиваю их с помощью того же сгущенного молока и вот так живенько, ну и на мой взгляд интересно у меня получилось. Осталось снять пробу с тортика и если бы вы знали какой он вышел, воздушный, нежный, вкусный. Ежевика в этом тортике просто бесподобна, а сочетание ежевики и белого шоколада оказалось очень гармоничным. Тортик получился диаметром 23 сантиметра, а высота его около 5. В общем, как всегда, если вам понравился мой рецепт, жмите пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии под видео, делитесь этим видео в своих социальных сетях, а я желаю вам удачи в делах, хорошего настроения и, конечно же, приятного аппетита! Пока-пока!